Великая Твердыня Мяоин, штормовой дракон, защительница северных провинций, повелительница штормовых ветров и верховный матриарх Нангау, отправляется в бой со своей армией, чтобы вновь дать отпор богам Хаоса. Змеиные врата — одни из трех основательно укрепленных врат, соединяющие Великий Катай и Пустоши Хаоса. Эта крепость — часть самой Великой Твердыни, и позиция, оборонять которую Мяоин проще всего. Демонам редко удается прорваться сквозь них, но каждый их успех обрекает Великий Катай на страданиях. Если Хаос не остановить, это навлечет беду на всю страну. Лучше сразиться с демонами в крепости, которую легко оборонять, чем позволить им окружить и взять в осаду величественные города Катая. Впрочем, даже если случится несчастье, Катай не сдастся без боя. Его жители будут яростно защищать каждый клочок земли, так что Хаосу придется не сладко. Иного Дракон Император от своих верных поданных и не ожидает. Мяоин — перворожденная Небесного Дракона Императора, командует Великой Твердыней. Она — штормовой дракон, и отличное знание о заклинании школы Инь позволяет ей как поражать врагов, так и помогать своим солдатам. При введении войн великий Катай всегда уделял большое внимание обороне. Многовековая борьба с бесконечными полчищами Хаоса научила Катайцев ценить хрупкое равновесие между солдатами и непревзойденной силой магии и черного пороха. Пока несокрушимые ряды копейщиков и мечников сдерживают натиск врагов, лучники, арбалетчики, маги, артиллерия и боевые машины истребляют их издалека. Инь и янь — так называется гармония между бойцами Катая, помогающая им не терять множество перед лицом страшного врага. Магия Катая столь тонко чувствует ретромагии, что само присутствие того, кому они подвластны, делает их заклинания еще мощнее. Сколько бы магов ни присутствовало на поле боя, двое или десять, эта власть над стихиями действует по-прежнему, неприятно удивляя врага. Без этой силы магам не пережить надвигающуюся бурю. Возглавляет это нападение коварный Кайрос Судьбоплет, которого называют мудрецом из Властителей Перемен. Кайрос был брошен Дзинчем в колодец Вечности и вышел из него с двумя головами. Левая созерцает прошлое, а правая видит будущее. Таким образом, Оракул Дзинча безошибочно осведомлен о минувшем и грядущем, но не видит того, что в настоящем. Демоны Дзинча идут вперед. Тяжелый апостопик несчастливых легионов сотрясает землю. Кайрос рассчитывает, что летающие младшие демоны будут постепенно ослаблять Великую Твердыню, а те, что умеют атаковать издалека, забросают ее страшными заклятиями. Но поскольку катайцев защищают стены крепости, у них в этом сражении есть преимущество, что случается нечасто. Кайрос выставляет отряд бойцов, которые будут принимать огонь на себя, пока у Мяоин не кончатся боеприпасы. Эти мерзкие демоны бесстрашно идут вперед, и их защищают щиты из магической энергии. Чтобы ранить такую тварь, защитникам Катая нужно вначале пробиться сквозь щит. Звучат барабаны войны, и вторжение начинается. Обстрел катайских великих пушек и ракет огненного дождя мешает демонам судьбоплета приблизиться к крепости. Эти отряды артиллерии так безжалостно уничтожают вражеские ряды, что могут пошатнуть боевой дух даже самых стойких воинов людей. Но демоны не подвержены слабостям смертных, и отбиваться от надвигающейся орды приходится крестьянам-лучникам и нефритовым воинам-арбалетчикам. Стражи Небесного Дракона и нефритовые войны создают благоприятные условия для своих союзников-стрелков. И те, воодушевленные, еще упорь не начинают сражаться во имя своего Дракона-Императора. Но этого недостаточно. Причувствуя, что внешняя стена скоро упадет, Мяуин пускает в дело свое мастерство и магию. Ее заклинание Когти Ночи помогает лучникам и арбалетчикам отступить, а гнев буря придает сил нефритовым воинам, готовящимся вступить в бой. Тем временем Кайрос Судьбоплёт приказывает своим приспешникам сокрушить врата крепости. Он творит заклинание Оракул Вечности, эгоистично стремясь защитить себя от урона, а затем взгляд судьбы, который лишает нефритовых воинов Мяуин усиления. Ворота крепости разбиты, и Дзинч уже предвкушает, как вторгается в земли Катая за твердыней. Но Мяуин еще не побеждена. Она отходит к своим баррикадам, где уже ждут арбалетчики и лучники, готовые прикрыть отступление. Кайрос слишком предусмотрителен, чтобы купиться на обманный маневр. Он не идет по западному пути, как надеялась Мяуин. Она приказывает разобрать баррикады и заново построить их на восточной стороне крепости, куда демоны изо всех сил прокладывают себе путь. Мяуин понимает, теперь речь идет об изнурении противника. Страшная, ожесточенная битва вынуждает Мяуин отступить к последней линии обороны. И именно здесь решится исход сражения. Войска Кайроса потрепаны, но не побеждены. А от храбрых воинов Мяуин, с которыми она вступала в бой, осталась лишь жалкая горстка. Не видя иного выхода, она призывает величайшую из своих сил и обращается в дракона. Не в силах выстоять перед столь неукротимой силой, Кайрос и его легионы демонов обращаются в бегство. Неспособность воспринимать настоящее сыграла с Кайросом злую шутку. Неужели он не предвидел, что в будущем его ждет поражение? Змейные врата выстояли. Мяуин, защитница северных провинций, повелительница штормовых ядров и верховный матриарх Нангау празднует победу. Но тревога терзает ее по-прежнему. Дзинч, архитектор судьбы, и столь решительное нападение совсем не в духе его слуг. Даже одержав победу у Змейных врат, Мяуин не может отделаться от чувства, что события этого дня предвещают большие перемены. Ото сна пробуждаются все новые угрозы, и падение Черепаховых врат доказывает, что Великая Твердыня вовсе не так преступна, как считалось когда-то. Великая Твердыня